Сегодня я хочу проповедовать из книги «Деяния апостолов». Это 17 глава. Можно открыть, высветить. Знаете, вообще в «Деяниях апостолов» очень много есть моментов, из которых мы можем учиться, как вообще проповедовать людям. В чем проблема? Как нести Божью весть? О чем важно говорить? И я хочу говорить сегодня об одном моменте, когда Шауль, апостол Павел, он проповедует среди язычников. И это 17 глава. Я хочу взять всего лишь здесь два стиха. С 30-31. То есть, расскажу события. Павел приходит, проходит у них окрестности, и он видит у них, что есть памятник неведанному Богу. Вот он, когда приходит с ними говорить, он говорит, «Вы знаете, я вижу, что вы особо набожны, потому что видел у вас памятник неведанному Богу». Вот этот Бог, которому вы поклоняетесь, сами о нем не зная, ничего не понимая, это есть как раз тот Бог, который сотворил небо, землю, который дал жизнь людям. И вот его я вам проповедую, его я знаю. И через него произошел Мессия, которого Бог обещал. И вот он много чего здесь рассказывает. И вот 30-й стих он говорит. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». И, услышав воскресение мертвых, одни насмехались, другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время. И Павел ушел. Но вот эти вот два стиха, знаете, когда я их стал разбирать, я увидел здесь есть несколько таких ключевых моментов. А тембеседер, мы виним? Ле, каше? Труцалит халепа, Мишу? Женя? Масэйш лихим. Потому что я быстро говорю, не успевают переводить. Женя тоже быстро говорит, сейчас он все переведет. Постараюсь помедленнее. Так что ты меня, если что, тормози, Женя. Все виноваты. Давай. Так вот, когда я разбирал эти стихи, я здесь увидел несколько определенных истин. С одной стороны, повеление, а с другой стороны, какие-то моменты, когда Бог говорит, вот, они уже есть. Первые двое вещи, о которых Бог повелевает нам, Он говорит, первое, оставить времена неведения. Второе, покаяться. Противовес этому, Он дает какие-то утверждения. И таких утверждений всего лишь четыре, я так для себя определил. Первое, Он говорит, Божий суд, уже назначен день Божьего суда. Посмотрите. Ибо Он назначил день, в который будет судить, праведно судить Вселенную. То есть, этот день Божьего суда, Он уже назначен. Это первая вещь. Будет Божий суд. И есть определенный срок, когда все это будет происходить. Вторая вещь, которую мы можем здесь подчеркнуть, Он говорит, что этот суд, он будет непростой. Он будет суд праведный. Праведный суд. Третье, Он показывает и говорит, что есть определенный муж, которому все дано в руки. И Он будет судьей. И этот муж, Ишуа, Мессия. Посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. То есть, Ишуа, Машиах, Он будет судить всю землю. Это третья вещь. И четвертая вещь, Он говорит, что воскресение, оно является, в принципе, Божьим подтверждением того, что все дано Ему в руки. Что Он есть тот самый настоящий Машиах. И знаете, то есть, Павел здесь, он говорит к язычникам. Он не подчеркивает им никакие писания. Он им говорит простыми словами. Но, вопрос, действительно ли Павел, может быть, он это все вырвал или говорит от своего сердца? Или он поддерживает свои слова на Писании? И мы все знаем, что Шауль, Раф Шауль, он действительно был многому научен. Он был фарисеем, известнейшим в свое время. И он мог толковать Писание очень свободно. И понимал Писание очень хорошо. Поэтому все, что он здесь говорит, он опирается на тонах, он опирается на Писание и ничего от себя он не придумывает. Итак, я хочу теперь вот об этих вещах, которые сказал, немножко поговорить. И начну с суда. Как мы сказали, что Павел здесь говорит, что в свое время будет суд. День суда уже назначен и Бог будет судить всех. О каком суде здесь идет речь? Что же это за суд такой? Почему этот суд должен происходить? И кого Бог будет судить? Знаете, эти вопросы, на которые мы вот как раз постараемся сейчас ответить. Почему вообще этот суд должен происходить? Что Писание нам говорит о Божьем суде? И есть ли он? Как этот суд относится к тем язычникам? Как он их касается? И как он касается еврейского народа также каждого из нас? Знаете, в многих псалмах идет речь о суде. Например, в девятом псалме написано, но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. В другом псалме написано, в девяносто пятом, скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется, он будет судить народы по правде, да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и далекуются дерева дубравны, пред лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Есть еще много других псалмов, которые говорят о том, что Бог должен судить землю, и знаете, есть, также встречается выражение такое, день Господень, я думаю, вы в писаниях многие встречали такое выражение, кто не встречал, поднимите руку, кто ни разу не слышал, что значит день Господень, есть такие, все знают, и те места, в которых встречается это выражение, оно говорит, что этот день, он очень страшный, что человек даже не всегда может его выдержать, это не день радости или веселья, это день мрака, он говорит, и солнце померкнет, и звезды померкнут, это что-то страшное, и иногда, когда мы даже не знаем, о чем идет речь, что же это за день суда, может быть, мы даже с радостью ожидаем его, мы хотим, чтобы этот суд пришел, но вот в этих словах, когда речь идет о дне Господнем, Бог даже нас наоборот предупреждает, вы зря этого желаете, потому что этот день, он действительно великий, книга Амоса, 5 глава, 18 стих, 5 глава, 18, там написано, горе желающим дня Господни, для чего вам этот день Господень, он тьма, а не свет, тоже как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его, разве день Господень не мрак, а свет, он тьма, и нет в нем сияния, то есть Бог заранее предупреждает нас, что день Господень, тот день, когда будет суд над вселенной, и здесь даже в Деяниях мы читали, он будет судить вселенную, то есть он будет судить все народы, он будет судить все языки, все племена, и он будет судить каждого человека в отдельности, то есть это не что-то просто глобальное, и мы сейчас поговорим об этом, то есть суд, он достанет, застанет каждого человека, каждый человек придет на суд перед Господом, и он говорит, предупреждает, этот день он ужасный, он страшный, вы даже не представляете, что вас может ожидать в этот день, и когда мы берем, вот смотрим все вот эти вот высказывания в Торе, в Танафе, которые говорят о дне Господнем, о суде, знаете, там больше видно такую картину, что Бог, он судит народы, он судит народы, которые каким-то образом воевали против Израиля, и вот этот вот первый суд, или я как бы их разделил на два, есть суд, который относится к народам, очень часто Бог говорил также к Израилю, я и тебя буду судить за твое поведение, то есть суд, который глобальный, который затрагивает несколько народов, один народ, то есть который говорится о народах, не о каждом человеке, и вот этот вот суд, он тоже будет страшный, многие слышали такое название война Гог-Магог, знаете, то есть или война Армагеддон, то есть последнее время, последняя битва, написано, что Господь приведет народы на суд, и это будет скорее всего происходить в районе Мегида, холм Мегида есть, он совсем недалеко от нас, можете даже поехать в этот кибуц и посмотреть, что там происходит, это называется Долина Израильская, и там есть кибуц Мегида, это даже не то, что кибуц, он находится на холме, это называется холм Мегида, на русском говорят Армагеддон от слова Армагида, в самом деле это холм, он естественный, а есть холм, который искусственный, в Иврите различают эти две вещи, и вот этот вот Тель Мегида, это искусственный холм, который образовался из-за воев, то есть приходила одна империя, стирала все, что было, строила что-то свое, проходила другая, сжигала, уничтожала, строила что-то свое, и таким образом образовался холм, там примерно есть 17 или даже 25 уровней, то есть сколько войн происходило в том месте. Поэтому из-за многих войн, которые были в этой Израильской долине и называют Армагеддон. И вот Бог говорит, я все народы приведу на суд, чтобы судить их за то, что они восстали против Израиля, за то, что они обижали Израиль, как-то плохо относились к Израилю. Будет суд над народами. Но есть также и другое понимание в иудаизме, я думаю, которое очень прекрасно мы все даже переживаем каждый год в нашей жизни. И сейчас даже такое время, к которому мы приближаемся, когда речь идет о Роша-Шана или Йом-Кипу. Все знают. Потому что Йом-Кипу, с одной стороны, это день покаяния, покрытия грехов. Но с другой стороны, его также называют как? Судный день. Потому что Бог будет судить землю. Бог будет судить народ и свой народ, и каждого человека по его делам. за то, что он сделал, как он поступал, как он относился к ближнему своему. И вот это вот время, оно очень особенное. От Роша-Шана, которое начинается, и до самого Йом-Кипура. Считается, что в Роша-Шана есть еще время покаяния. Поэтому целый месяц люди приходят в синагогу, когда кто-то приходит сюда, и начинают читать какие-то молитвы, когда просят прощения у Господа. И то есть приговор в это время еще не выдвинут. То есть есть возможность покаяться, есть возможность исправиться, что-то изменить в своей жизни. Это начинается целый месяц, еще заранее, до этого судного дня. И есть также в иудаизме такое понятие Ямим Нораим. То есть страшные дни. Это вот эти как раз определенные дни, которые несколько дней до Йом-Кипура, семь дней или сколько, я уже не помню. То есть когда в это время вроде уже приговор даже выдвинут, но еще не закреплен печатью, не подписан. То есть есть еще какое-то время, чтобы что-то изменить. И знаете, когда вот так вот смотришь на весь этот концепт, ты понимаешь, насколько Бог милостивый. То есть каждый раз Он тебя как-то подталкивает. Он тебя стучит по голове. Он изливает на тебя на какое-то наказание. Но Он хочет, чтобы ты покаялся. Он хочет, чтобы что-то в тебе изменилось, чтобы твое сердце было изменено. И Он продлевает день суда, все дальше и дальше и дальше. Написано в одном месте. Не думайте, что Господь забыл или что Он не видит или не знает. Написано, но долго терпит Господь, не желая, чтобы кто погиб. Он долго терпит и откладывает вроде свой суд. Ну, смотрите, здесь Павел, то, что мы читаем, он говорит, ну, день суда Он назначен, Он есть, и Он будет в свое время. Знаете, есть в Исаии 61 глава. Все знают это место. Очень прекрасно. Дух Господа Бога на мне. И когда Ишуа пришел даже в Бейт-Кнесет, в синагогу, и читал эти слова, он не прочитал все до конца, но он взял, закрыл книгу на определенном месте. Кто знает на каком? Он прочитал Дух Господа Бога на мне. Давайте откроем, посмотрим, 61 глава. Исаия 61, самого первого стиха. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня, благовествовать нищим, послал меня исцеляться крушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы. Проповедовать лебда Господня благоприятно. И вот в этот момент Господь закрывает книгу и перестает читать, и начинает что-то делать, какой-то драж. Но здесь дальше написано, и день мщения Бога нашего. Вот именно тут Ишу остановился. Почему именно там? Знаете, лето Господне благоприятно. То есть можно под летом, на самом деле написано даже не то, что лето на иврите, написано шана, год. Год Господний благоприятный. Речь, скорее всего, идет о шнат ювель, то есть юбилейный год. Тот год, когда всех отпускают на свободу. Тот год, когда происходит прощение. Ишу говорит, вот я пришел, и вот это вот время настало. Мы даже можем под годом подразумевать определенный промежуток времени. И этот промежуток, это тот промежуток, в котором мы сейчас живем. Это время Господне благоприятное. К чему оно благоприятно? Чтобы принять нашего Мессию. Чтобы начать изменяться. Чтобы вернуться к Господу. Почему? Потому что потом наступит день мщения. Если сейчас есть период, если сейчас есть год, или даже несколько лет, то потом все придет в один день. Ишу часто говорил, как вор приходит ночью, когда ты его не ждешь, так придет день Господний. Он застанет тебя именно тогда, когда ты не готов. Эти многие люди думают, зачем оно мне все надо? У меня всегда есть время в будущем. Я здоровый, сильный. У меня всегда будет какое-то время, если я захочу, я смогу, может быть, покаяться, может быть, измениться. Может быть, что-то в себе изменить. И всегда откладывают. Но ты никогда не знаешь, когда смерть придет за тобой. Леон, когда говорил про свою маму, он говорит, она в последнее время сильно болела, сильно страдала. Было так больно, что даже все наркотики, все уколы, которые делали, они просто не помогали. И с одной стороны, он говорит, что когда она ушла, это было ожидаемо, а с другой стороны, это было внезапно. То есть раз и все. И вот это то, что может ожидать каждого. Никто от этого не застрахован. Ты не знаешь, когда придет день Господа. Этот может быть страшный день в твоей жизни, когда ты просто уйдешь с этой земли, но потом будет еще страшнее день мрака, когда ты предстанешь пред его лицом. я вам хочу дать пример такой. Но прежде прочитаю еще одно место из Даниила. И это уже относится к тому, что есть суд, который застает каждого человека, который касается каждого человека в отдельности, когда он пристанет перед Богом и даст отчет. Он даст отчет за свою жизнь. Он даст отчет за то, как он себя вел, как он реагировал на других людей, которые были вокруг него, насколько он был послушный Господу. Знаете, слово «хэт» – грех, которое мы не любим, некоторые его вообще не понимают, оно переводится как промах. Знаете, когда ты человеку говоришь, ты грешный или ты грешишь, он говорит, не, конечно, нет, все нормально. Можно это перевести как промах, можно перевести это как ошибка. Но когда ты говоришь человеку, а делал ли ты ошибки в своей жизни, тогда он тебе не скажет, что не делал. Потому что каждый из нас совершает ошибки в своей жизни. И вот этот вот грех, промах или ошибка, неудачное действие, которое ты сделал по отношению к кому-то, за него ты дашь ответ. За него ты пристанешь перед Богом и он спросит с тебя. Написано Даниил 12 глава с 1 по 3 стих. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившиеся многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Знаете, это слова, это не из Нового Завета. Некоторые, например, к Тури относятся более серьезно, Новый Завет, может быть, вообще не принимают. Я не говорю про нас, я говорю вообще про людей в мире. То есть каждый по-разному относится к какой-то определенной книге. Некоторые не принимают ни Бога, ни все Писание. Но здесь мы берем эти вещи из Танаха, где написано, восстанут мертвые на суд. Одни для жизни вечной, а другие на поругание, на посрамление. То есть не будет такого человека, который это избежит. Каждый должен будет прийти. Я когда думаю о слове суд, суд, когда человек идет на суд, значит его в чем-то обвиняют. Если есть суд, то всегда должно быть продолжение. Иногда люди думают, я умру, и все. И на этом кончатся все мои беды. На этом все закончено, я не буду больше страдать, я не буду больше мучиться. Там ничего больше нет. Но когда мы смотрим, и мы видим, что есть суд, если есть суд, значит всегда есть продолжение. Какое продолжение? Если есть суд, то должен быть какой-то приговор. Этот приговор, он или положительный, или отрицательный. И ты будешь или там, или там. Он застанет тебя. Представьте, человек, у которого есть болезнь, и вот ему говорят, что ты должен сделать операцию. Эта операция, она смертельная. Может быть, это операция на сердце. Может быть, на что-то другое. Но от этой операции зависит твоя будущая жизнь. У кого-то были операции подобного рода. Может быть, это операция на голову, от которой ты можешь остаться коллегой на всю жизнь. Операция, от которой зависит твоя будущая жизнь. Будешь ты в норме, будешь ли ты жить, или может ты умрешь, или может ты останешься коллегой. У кого были такие операции? То есть, я знаю, что многие люди такое проходили. И то же самое, ты иногда, ты когда звонишь, тебе операцию не делают в тот же день. Тебе назначают очередь. Даже если ты сильно хочешь, чтобы это было завтра, будешь ждать еще год. Правильно? Как оно в Израиле работает? Ну, если заплатишь, где-то как-то там по связям, может быть, продлят место года на два месяца. Но человеку назначили очередь, и он ждет. И когда эта очередь, она далеко, через год, ты не сильно об этом думаешь. Может быть, твоя болезнь не сильно тебя пока что беспокоит. Но если ты ничего с ней не сделаешь, ты пострадаешь. И когда год идет, он далеко, ты не сильно об этом думаешь. Но как только время начинает приближаться, тогда человек начинает впадать иногда в панику. Чем ближе к этому времени, к этой операции начинает трясти, начинается волнение. Переживали вы такое? Помните вы такие моменты, кто проходил это? То есть какой бы ты смелый не был, даже если ты все предаешь Господу, ты все равно волнуешься на человеческом уровне. Потому что ты знаешь, если где-то даже врач сделает ошибку, или даже не сделает ошибку, но что-то пойдет не так, все, твоя жизнь на этом закончится. Может быть, ты останешься калекой, и не будешь больше даже различать людей, или говорить, или двигаться, и будешь выглядеть смешным, уродливым. Я не знаю, что может быть, но ты знаешь, что твое будущее, оно пострадает. То же самое и здесь. Господь говорит, этот день назначен. И когда-то в Писании мы встречаем такое слово, что близко он, близко. То есть во времена Ишуа он был уже близко. Так тем более сегодня. Чем больше проходит времени, тем суд приближается. Он ближе. А чем ближе, тем страшнее. Потому что ты не знаешь. Может быть, некоторые верующие, они и знают. Потому что знают Писание, они знают, что их ждут. Они знают, что Господь пообещал им. Но может быть, ты не знаешь еще Бога в своей жизни. Или ты думаешь, что знаешь, но на самом деле не так. Суд близок, он ждет тебя, он застанет. И будет выдвинуть тебе приговор, который решит твою судьбу навечно. Просто подумайте об этом. Написано здесь, что праведный будет суд. В иврите всегда есть некоторые словозачетания, которые идут вместе постоянно. И, например, одно из них цедек вэмешпад. Суд и правда. Или справедливость. Я знаю, что мы всегда по нашей жизни, когда мы живем, мы всегда хотим справедливости. Нам не нравится, когда кто-то нас где-то обманул. Мы даже иногда молимся, чтобы Господь как-то ответил этому человеку. Отомстил, проклял, может быть, даже его. Потому что ты хочешь справедливости. Все время мы видим, что в этом мире нет справедливости. Несмотря на то, что Бог держит все в своих руках, но мы не всегда находим эту справедливость. Где-то нам кто-то увечья сделал. Может быть, даже на всю жизнь. И ты видишь, где же эта справедливость. Ты хочешь, чтобы с тобой поступали по справедливости. И вот Бог здесь говорит, вот как раз там-то и будет этот справедливый суд. И многие могут сказать, вау, как здорово, как классно, будет справедливый суд. Но когда ты начинаешь чуть-чуть понимать глубже, что же значит этот справедливый суд. Какие мерки у Бога, как Он судит, то начинаешь задумываться, а действительно ли мне нужен этот справедливый суд? В Экклезиасте есть такое место, третья глава, шестнадцатый стих. Еще я видел под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там, в будущем. В этой жизни нету справедливости, но у Бога она будет. И Он будет судить и праведного, и нечестивого, и все расставит на свои места. Но какая же у Бога планка? Мы знаем, что Ишуа, когда Он объяснял какие-то Божьи заповеди, было видно этот уровень, как Бог смотрит на человека. И Он не смотрит только на наши действия, как я поступил. Но Он смотрит и на сердце. Правильно? Как написано, что помышления сердечные судит Господь. Он проникает в самую внутренность. Он не судит только твои дела, но Он смотрит и дальше. А почему ты их делаешь? Почему ты так поступил? Он говорит, если ты смотришь на девушку с вожделением, ты еще ничего не сделал, ты к ней не пристал, ты с ней даже не заговорил, ты повернулся и ушел домой. Но твои мысли, они развиваются и Господь судит это. Женя сегодня говорил, вырви глаз лучше или руку отрежь. Ты возжелал что-то взять или тебе что-то привлекло? Господь судит каждую вещь. Он судит наши мысли, когда мы сидим и может быть говорим о ком-то или рассуждаем о ком-то. А вот Он опять пришел, вот такая у Него одежда, вот Он какой верующий. Или вот так она оделась, или вот так. Почему написано, что Ишу говорит, не судите и не судим и будете? Потому что когда ты судишь, ты ставишь себя вместо судьи. А если ты вместо судьи, ты забираешь Божье место. Он говорит, ты будешь осужден по тем же признакам. Божья планка, она действительно высока. И мы иногда даже молимся, часто я про это тоже говорил, Леон говорил, все говорили. Мы хотим справедливости, мы хотим прощения, мы хотим милости, мы хотим, чтобы нам, мне было всегда хорошо, чтобы со мной всегда поступали правильно, чтобы меня все прощали. Все говорит Господь, прости меня так же, как я прощаю брату своему или сестре своей. Действительно ли это этого справедливого суда мы хотим? Действительно ли мы хотим, чтобы мы получили прощение так же, как мы прощаем? Просто подумайте, всех ли вы прощаете? И обязательно подумайте, когда вы об этом думаете, о том человеке, который больше всех вас обидел, и вы злитесь на него. Вот такого прощения вы хотите? Это вот справедливый суд, который будет над вами, над нами, над каждым из нас. Божья планка, она велика. И поэтому Бог говорит, это не всегда будет день радости и веселья для вас, но день мрака для многих. Потому что не всегда, когда мы думаем, что мы праведны и мы таковыми являемся, мы можем даже быть в этом уверены, но Бог знает наше истинное я и знает наше истинное сердце. Он знает все скрытое, потому что все написано потом тайно, я будет каким? Явным. Все на суде вылезет наверх. Третья вещь. Написано, что Ишуа есть судья всех. То есть в Новом Завете мы часто встречаем, то есть много есть мест в Писании, которые говорятся, что сам Бог никого не судит, но все при этом в руки Ишуа. И он будет производить этот суд. Это написано в Иоанна, например, ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. В Деяниях написано, и он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. В другом месте написано, «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Ишуа Мессии, который будет судить живых и мертвых в явлении его и царствии его». То есть, в Новом Завете мы видим много мест, где написано, что все предано в руки Мессии, и он будет производить этот суд. Тогда я спрашиваю, мы же не только на Новом Завете строим свою веру, а где же вот эти вот места в Танахе? Есть ли они? Есть ли такие места, где написано, что не Бог будет судить, а что все предано кому-то другому? Вот я хочу показать несколько таких мест в Исаии 11 главе. Там, то есть, почти вся глава, она говорит о отрасли от корня Исеева. Написано, и произойдет отрасль от корня Исеева, и будет все дано в ему руки. Он будет совершать и суд, и правду, и судить будет всех. То есть, написано, что есть кто-то. И, естественно, обычно, когда комментируют это место, то подразумевают Мессию, что Мессией все дано в руки, он будет судить все. Но самое интересное место написано у Даниила. Давайте откроем Даниил 7 глава. 13 стих. Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел, как бы, Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Кто такой ветхий днями? Кто ветхий днями? Бог. Ветхий днями. Бог, назван так в Танахе. И к Нему был подведен, как бы, Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями, подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и Царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, Владычество Вечное, которое не придет и Царствие Его не разрушится. То есть, здесь в Даниилле вот эти места, они очень сильные. На самом деле, очень сильные. Особенно, когда ты смотришь на корень, глагол, который написан, что будут служить Ему, там используется такой корень, который подразумевает только служение Богу. То есть, мы знаем, что, например, нельзя никому поклоняться и служить, кроме Господа по Писанию. Потому что, если ты кому-то поклоняешься, то ты являешься идолопоклонником. А вот здесь используется такое место, что, когда будут служить вот этому Сыну Человеческому, они будут служить Ему как Господу, как Богу. И вот эти вот места, они подтверждают, что Мессия, Он как бы является Божественным лицом. Что Ему можно служить, Ему можно поклоняться. И все отдано в Его руки. Мы знаем, что в Танахе мы встречаем много прообразов Мессии. Сегодня мы читали, например, про Муше. Женя говорил, и пророка создам вам подобного Моисею, его слушайте. И также Иосиф, вы помните эту историю, даже Леон, по-моему, на прошлой неделе говорил про это. Иосиф, он вошел на трон всего Египта. Ему была дана вся власть, чтобы решать все проблемы, чтобы разрешать всякий суд. И фараон имел только место, своим престолом отличался от него. То же самое и здесь. Машиаху отдана вся власть, чтобы судить племена, чтобы решать все споры. Все отдано в его руки. И то есть Писание, Танах, они поддерживают вот эту вот идею, которую мы также видим в Новом Завете. И вот спрашивается, почему же тогда именно Ишуа? Почему именно в нем мы видим, что вот это он? Написано, как мы в Деянии читали, что он предопределил мужа, через которого будет все производить. И все, естественно, мы знаем, что речь идет о Ишуа Мессии. Главным свидетельством, самым главным свидетельством было того, что Ишуа является предопределенным. Это его воскресение. То есть, то, что он воскрес, это являлось самой силой, это являлось подтверждением. Но как сегодня мы можем знать? Как люди тогда могли знать, что действительно это произошло? Естественно, это свидетельство людей, которые видели это. И я хочу, чтобы мы прочитали 1 Коринфянам, 15 глава. Все время, когда апостолы проповедовали, они постоянно это подчеркивали, что он есть определенный, что он воскрес из мертвых, воскресение из мертвых. 15 глава, 1 Коринфянам, 3 стих. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Машира умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифий, потом двенадцатый, потом явился более нежели пятистам братьям в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почины. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. Вот в этих вот стихах Шауль, он показывает два очень важных принципа. Один из них, он говорит, что его воскресенье оно было по Писанию. Скажите мне, как мы сегодня знаем, кто является Машиахом? Каким образом мы говорим, что вот эта вот личность, или вот это, или вот это является Мессией? Умер, воскрес. Умер, воскрес. Что еще? Пророчество и исполненное пророчество. То есть мы можем сказать, что вот он, или он, или вот он, или она являются Мессией, если они исполнили то, что говорилось о Мессии. То есть мы не можем сказать, что даже если кто-то воскрес, он Мессия. Почему? Потому что мы должны знать, что пророчество говорили о Мессии. Если пророчество о Мессии говорили, что он не должен воскреснуть, а он воскрес, то он не Мессия. И поэтому очень важно знать и понимать пророчества, которые говорят о Мессии. И вот он говорит, что то, что с ним случилось, его воскресенье, оно было по Писанию. То есть весь Танах, Тура, пророки, сами Писания должны были говорить о воскресении Мессии. Тогда начинаешь задумываться, где я такие вообще места видел? Где я встречаю? Хорошо, в Новом Завете мы постоянно это видим, мы это знаем, нас так научили. Но где я вижу в Танахе, что Мессия должен воскреснуть? И вот эти вот слова, они были доказательством. Постоянно написано, что Ишуа ходил из своих учеников, учил, доказывая им по Писанию, что он является Мессией. То есть он с ними сидел, ученики также сидели с другими язычниками. И по Писанию, разбирая Писание, доказывали, брали какой-то текст и говорили, вот видите, что тут написано? Вот так вот оно выражено. Они комментировали какие-то вещи, уча, иногда это занимало год, иногда два, показывая, что Писания говорили. И вот здесь, вот здесь в Писании, то есть я сказал, это первое, пророки, Тура и сами Писания, они должны говорить, вот эти вот три, три вот эти вот главные книги, они должны говорить о воскресении Мессии. Я хочу показать них, первое это Писание, Псалом 15, очень известный Псалом. Сегодня мы пели даже эту песню. Шевите, адунали, нигде томи, пред собою я всегда вижу Господа. Потом стихи чуть-чуть изменяются, но здесь написано. «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесну и меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей воверх». Знаете, вот эти вот стихи, Он говорит, ты не дашь увидеть святому твоему тление. То есть, твое тело, оно не будет разлагаться, лежа во гробу, лежа в земле, и черви его будут поедать. Этого не будет. Должно произойти воскресенье. Вот эти вот стихи каждый раз читают на похоронах. Каждый раз раввин, когда читает молитвы, постоянно читаются эти стихи. И народ это нормально принимает, это как бы пожелание умершему, чтобы он не увидел тление. С одной стороны, мы знаем, что, естественно, когда-то он воскреснет. Но его тело, оно все-таки разлагается. Но про Ишуа написано, что его тело не увидело тление. Это вроде Давид говорил, пророчествовал эти слова. И Павел постоянно подтверждал, и Петр, он говорит, видите, Давид до сегодняшнего дня похоронен. Можно пойти и увидеть его могилу. А вот Аишуа, он говорит, он воскрес из мертвых. Его тело не видит тления. Это очень важный псалом, который дает нам действительно и укрепляет нашу веру. Именно о Мессии шла здесь речь. Пророки. Самая любимая глава у мессианских евреев из пророков какая? 53 глава Иса, естественно. И вот там тоже мы видим воскресение раба Господня. Воскресение Мессии. Десятый стих. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечно, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своем будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает ноги, и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатами. Когда его душа принесет жертву милостивления, то есть все, он свое совершил, он погиб, он пострадал, но написано, что узрит потомство долговечно, и воля Господня будет продолжаться. То есть здесь речь идет о воскресении, что Господь поднимет его, и еще будет дальше что-то происходить, он посадит его с сильными. Речь идет о Мессии, что он не остается в земле, он не видит тлени, но происходит воскресение. И именно то воскресение, которое было видно в Ишуа. Где же в Торе мы встречаем подобное? Это вот самый, может быть, тяжелый вопрос, на котором тоже мы можем споткнуться. Но посмотрите, я хочу сначала прочитать, прежде чем прочитать стих из Торы, 1 Коринфянам, 15 глава, с 19 стиха. Я думаю, тоже все знают эти стихи. Если мы только в этой жизни надеемся на Машиаха, то мы несчастнее всех человеков. Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Ибо водами все умирают, но в Машиахе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Машиах, потом все, которые к нему принадлежат в пришествии его. Как вы думаете, вот эти вот стихи, то есть здесь вот Павел, он их не просто так говорит, он своего рода цитирует места из Торы. О чем речь идет, как вы думаете? Первенец Машиах, а потом в свое время все остальные. Как? Берешит еще. Еще какие мнения? О чем речь из Торы? Это речь о первом снопе. Мы очень часто вообще не об этом говорим. Первый сноп. Когда человек во время Песоха, он приносил первый сноп, полагая его. То есть это что-то самый первый корешок, который произошел из земли, он приносил в благодарность перед Господом. А потом в Пятидесятницу он приносил все плоды, собирая весь свой урожай. Он говорит, вот это тот первый сноп, это есть Машиах, который воскрес, который он первый вышел из земли. Вот оно, Тора, в которой говорится воскресение из мертвых. Он как первый сноп вышел из земли, а потом после него уже все остальные. И, то есть Павел, он здесь доказывает, смотрите, все, что с Мессией происходит, оно происходит по Писанию. Оно не просто так придумано. И не просто так, он говорит, мы все решили. Но самое главное, вау, мы уже сегодня долго тут, я думаю, затянули немножко. Но самое главное так, то, что он говорит, что всему этому есть свидетели. И вот для людей это было важно. Он стоит перед публикой, евреев. И он говорит, хевры, братья, друзья, посмотрите. Он говорит, Ешуа, он явился сначала одному, потом двенадцати, а потом пятиста людям. И он говорит, и многие, многие, они живы до сегодняшнего дня. То есть, он говорит, вы можете, если вы сейчас слышите, мне не верите. Что Ешуа воскрес, он говорит, я сам являюсь этим свидетельством. Я видел, я общался с ним, я трогал его. Он стоял передо мной. Я знал, что это он. Он воскрес из мертвых. Я с ним обедал и ужинал. Он говорит, ну не только я. Есть еще пятьсот человек. Некоторые из них, он говорит, даже большинство из них, они живы. Вы можете пойти и спросить у каждого из них. Знаете, мы сегодня, когда что-то где-то видим по телевизору, ты начинаешь сомневаться. Ну, подстроили. Многие из вас иногда, может быть, видели какие-то передачи, фокусы кто-то показывал. Я очень фокусы люблю. Смотреть, разгадывать, угадывать. Хобби это мое. И ты смотришь иногда и думаешь, вау, точно подстроили что-то. Особенно, если ты понимаешь какие-то технологии. Говоришь, точно они что-то подстроили. Не может такого быть. И ты начинаешь сомневаться. А когда ты общаешься с человеком, когда ты видишь это своими глазами, вот тогда ты начинаешь это принимать по-другому. Он говорит, вы можете пойти и поговорить с каждым из этих людей. И они дадут вам свидетельство. И увидите, что эти свидетельства, они совпадаются. Это невыдуманная история. Оно было явно. И вот на этом, он говорит, мы строим свою веру. Просто подумайте, если бы этого не произошло. Если бы человек какой-то сказал бы, заплатив ему деньги, он был готов сказать, да, Ишуа воскрес. Разве был бы он готов потом отдавать свою жизнь за него? Разве был бы он готов, чтобы его там пилили, избивали, мучили, вешали на крест вверх ногами и выкалывали ему глаза? Разве был бы он готов передавать все это своим детям и учить их тому же, чтобы они могли пожертвовать своей жизнью? Тысячи людей шли на это, потому что они знали, что это свидетельство, воскресенье, оно имеет основу. Это не было какой-то выдумкой. Они были готовы отдать вот за эту веру, потому что они пережили, они держали его за руку и видели его воскревшим. Фома тоже когда-то не поверил. Он говорит, пока не увижу, не поверю. Правильно, с одной стороны, не увижу, не поверю, мы реалистичные люди, мы хотим видеть своими глазами, а не просто слышать какие-то байки. И вот Ишуа явился ему и говорит, на, потрогай мои рану, засунь палец свой в мою рану, ощути ее. Он это все ощутил своими руками и видел своими глазами. И вот это вот давало им сильное свидетельство. Он говорит, Ишуа воскрес из мертвых. В нем все. И вот когда ты знаешь, собираешь все это, и Павел, рассказывая это все язычникам, он говорит, посмотрите, братья. Он говорит, друзья, оставьте времена неведения. Раньше обо всем в этом вы не знали. Вы язычники, вы поклоняетесь многим богам. Говорит, пришло время оставить неведение. И вы знаете, это сильная вещь. Все время меня беспокоил вопрос, иногда беспокоит до сих пор. Но сейчас я начал его понимать лучше. Почему же все-таки, когда Израиль входил в обитованную землю, он истреблял народы. Полностью истреблял. Не было разницы, ребенок это или женщина. Он говорит, всех искорени, кто рядом с тобой. И я знаю, Леон часто говорил об этом. Говорит, они были пропитаны грехом. Да, в них это было, но я все-таки думаю, почему же? Почему сегодня не истребляют? Что, разве сегодня нету тех, кто пропитаны грехом? Есть, конечно, еще хуже есть. Согласны? Есть же? Еще хуже. Мораль тоже упала. Благодать пришла. Но и вот эта вот вся грязь, она тоже поднимается. Почему же должно было происходить истребление? И вот только сегодня, когда я разбирал, я понял это немножко глубже. Они, с одной стороны, были пропитаны грехом. У них был бунт в сердце. Они были идолопоклонники, поклонялись. Но что происходило? В то время, когда Израиль входил, не было возможности исправиться. Почему не было? Тора, она еще тогда не пришла. Бог ее только дал в руки Израиля. Но сам Израиль, какой был по отношению к Торе? Очень слабенький. Все время хромал на одну ногу и до сих пор хромает. То есть в нем Тора еще тогда не укрепилась. И не было ничего, что бы могло повлиять на эти народы. Поэтому, когда они входили, не было никакого инструмента, чтобы можно было этим людям как-то посвидетельствовать и что-то в них изменить. Поэтому, он говорит, они живут рядом с тобой. Всех уничтожь. Почему? Потому что ты сегодня в Торе еще не укрепился. Он соблазнит тебя. Я думаю, в нашей жизни мы часто встречаем таких людей. Ты вроде только уверовал, в тебе горит огонь. Но есть что-то в тебе, с чем ты еще очень сильно борешься. А ты берешь себя в руки и идешь проповедовать на эту тему. Но ты сам больной еще. И любой такой вот толчок в эту сторону, он тебя сломает. Почему? Потому что ты еще не укрепился в этом. Ты не прошел. Писание говорит, навыкам научены, они едят твердую пищу. То есть, когда ты это прошел, когда ты это испытал, тогда ты в этом сильный. Тогда ты можешь пойти другим свидетельствовать. Многие пастыра, многие люди, которые выходят проповедовать. Самое лучшее проповедь, когда они это пережили. Когда ты начинаешь рассказывать что-то, что никогда тебя не коснулось. Что ты, может, сам в этом страдаешь. Это никогда не будет иметь никакой силы. Но когда ты это пережил, тогда это будет являть сильное влияние. То же самое было здесь, с Израилем. Они не могли никак повлиять на те народы, которые находились рядом с ними. Поэтому Бог говорит, истреби всех, чтобы они тебя не соблазнили. Почему тогда Бог не истребил дальние народы? По той же причине. Потому что они были далеко. Они не могли повлиять на слабый Израиль. Тот, который еще не укрепился в Туре. И вот почему сегодня не происходит этого истребления. Или почему оно не происходило потом. Потому что Тура, она стала действовать. Она стала распространяться. И Бог говорил, что вот теперь, когда вы имеете эту Туру. Когда вы имеете заповеди. Когда вы сами стали изменяться. Теперь вы можете влиять на других. Это относилось не только к Израилю. Это относится к нам и сегодня. Когда мы укрепляемся. Когда мы изменяемся. Тогда мы можем влиять на других. Пока ты слаб. Этот мир будет влиять на тебя. Когда ты с Богом укрепляешься. Тогда ты начинаешь иметь влияние. Тогда ты становишься светом. И для народов. И солью. Посреди земли. И посреди народа, в котором ты живешь. И вот эти вот слова именно. Павел говорит язычникам. Он говорит. Посмотрите. Раньше вы всего этого не ведали. Но теперь. И Тура есть. Может быть вы ее не знаете. Но для вас. И сам Мессия пришел. Вы не можете больше сказать. Я ничего не знаю. Во второзаконии. Там есть такие слова про Тору. Говорит. Она не на небе. И она. Чтобы. Давайте прочитаю. Ибо заповедь сия. Которую я заповедую Тебе сегодня. Не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сию, в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. То есть он говорит, сегодня Тора, она рядом с нами. Павел говорит язычникам, вот заповеди, которые Бог дал, оно рядом, их можно знать. Если вы их не знаете, это вас не оправдывает. Он говорит, ну кроме того, сам Машех пришел и отдал себя в жертву за вас. И он воскрес из мертвых. Он является этим свидетелем. И вы не можете закрыть на это глаза и сказать, я ничего не вижу. И я не хочу ничего знать. Говорит, потому что не будет вам оправдания. Он говорит, перестали быть времена неведения. Знаете, сегодня иногда люди берут мошканту. Как мошканта связана с тем, о чем говорит Павел? Очень просто. Когда ты берешь и подписываешь какие-то документы, очень часто, особенно если ты русскоговорящий, ты ничего в них не понимаешь. Ты подписал, а потом оп, и ты понимаешь, что ты попал. Намного попал. Когда оно вдруг касается какого-то разбора, ты попал. Почему? Потому что ты даже не читал, что там написано. И сегодня, когда ты приходишь на суд и говоришь, я не знал, что там написано. Я не прочитал. Мне не объяснили. Они говорят, знаете, друзья, вышло то время, когда люди не знали. Теперь ты за это несешь ответственность. И теперь за это ты будешь страдать. То же самое здесь в Торе. Нету сегодня невидения. Господь все людям открывает и очень доступно объясняет. И все оно находится рядом с нами, что мы можем видеть, чувствовать, переживать, изучать. И интернет есть. И люди говорят. Но иногда мы закрываем просто уши. Почему? Потому что мы не хотим слушать. Потому что это обличает нас. Потому что мы должны где-то в чем-то измениться. Знаете, людям каждый человек на самом деле во что-то верит. Но почему он не хочет принять Господа? Потому что это требует изменения. Это требует много чего в его личной жизни. Он должен от чего-то отказаться. Должен изменить свои пути. И это не всегда легко. Поэтому лучше сказать, я в это не верю. Я это не принимаю. Он говорит, на суд вы придете все равно. И вы не сможете оправдаться в тем, что вы не знали или не слышали. Особенно, если вам было проповедано. Ишуа сказал своим ученикам. Он говорит, горе тому народу, тому человеку, тому дому, который не принял. Когда вы отрихаете прах со своих ног к нему туда. Он говорит, этому городу будет хуже, чем было в Содоме и Гаморе. Просто представьте, что человек, который услышал Слово Божье, о Мессии, о заповедях Бога. И он отказался намеренно от них. Он говорит, ему будет хуже, чем в Содоме и Гаморе, в котором был гомосексуализм, которого убивали, которого не принимали и унижали все время людей, которые приходили в этот город. Или нуждающихся. Он говорит, будет ему намного хуже, чем всем им. Просто представьте, какое наказание ждет человека, который отверг Сына Божьего. И на суде это будет все выявлено. Поэтому он говорит, оставьте это все в сторону. И то, что вы должны сделать. Он говорит, покайтесь. Покаяние. Это как раз последний шаг в нашей теме. Вы еще живы? Устали? Я уже сам устал. Покаяние. Я коротко тогда скажу, хотя это целая проповедь. Знаете, в греческом, когда написано слово покаяние, это не просто, что я сказал, прости меня, Господь, и все на этом закончилось. Или сказал, да, я согрешил, прости меня. Но там это слово переводится как разум. Изменение разума. Изменение твоего сознания. В иврите это хазара бы чува. Чува, покаяние, это переводится как возврат, возвратиться. Возвратиться к своему началу. Какое еще слово чува имеет перевод? Ответ. То есть с одной стороны это от слова ля шув, то есть возвратиться, а второе это от слова ответ. Ответ. Так вот, Господь постоянно в Танахе, Он говорит, призывает народ свой, призывает людей, Он говорит, обратитесь, возвратитесь ко Мне, блудные дети. Возвратись, грешник, зачем тебе погибать от путей своих? Возвратись. Измени пути свои. Должно произойти в покаянии изменение твоего мышления, в изменении твоего отношения к Богу. Потому что слово чува, ответ. Бог, Он является ответом на все твои проблемы. Он является ответом на все твои вопросы. И пока это изменение не произойдет, то ничего у тебя не изменится. Ты будешь продолжать делать то, что ты делал. Ты будешь продолжать грешить перед Богом. Пока не изменится твое сердце, ты будешь оставаться таким же. И Бог, когда говорит, покайтесь, когда Он говорил это язычникам, когда Он говорил это и еще и ученики, всему народу Израиля, Он говорит, у вас должно произойти вот это вот изменение. Вы должны начать по-другому думать и поступать. В иудаизме, когда говорится хазара, бычуа, то это значит, вот покаяние, это значит отойти от грехов к Богу. В покаянии должно быть не просто что-то, а ты должен отказаться от чего-то и повернуться к чему-то. Отказаться от своих грехов. Как мы говорим, я умер для своей плоти, я умер для греха, чтобы жить для Бога. Те же самые слова от, х, должен быть какой-то поворот. Если просто ты отказался от своих грехов и никуда не повернулся, то эти грехи вернутся, как тот дух, который возвращается с семью другими. Ты обязан повернуться и начать изменяться и находить вот этот вот ответ в Боге. Потому что смысл в покаянии хазара, бычуа, это приобрести то, что было когда-то утеряно в Эдеме. Приобрести ту природу, истинную природу, которая была дана Адаму изначально. Поэтому самые первые слова, когда Ишо говорил, он говорил, начиная свое служение, он говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. И Царствие Божие, оно приближается. И Царствие Божие, многие думают, что это какое-то место, в которое потом мы попадем. Нет. Царствие Божие, это не место и не время, но это состояние человека, это состояние его души, это состояние, в котором начинается исполнение Божьей воли в его жизни. Это есть Царствие Божие. Поэтому оно уже пришло, может быть, не во всей полноте, но оно здесь, оно пришло. Состояние твоего сердца, твоего разума, в этом есть Царствие Божие. когда его воля начинает исполняться в твоей жизни. Это то время, или точнее, то положение человека, когда Божьи обещания исполняются, или уже исполнились, или исполняются в продолжении времени. Когда восстанавливается то положение, как я сказал, когда человек отказывается от греха и начинает жить для Бога. Поэтому вот эти вот главные слова, они звучат сегодня. Покайся, изменись, чтобы там, на суде, тебе не было плохо. Еще сказал, верующие в меня на суд не приходят, но перешли от смерти к жизни. И может мы что-то сыграем? Я хочу, чтобы мы могли помолиться, потому что знайте, это время, оно наступит. Чем ближе, чем больше времени проходит, тем ближе мы к этому моменту, к суду Божьему. Бог говорит, покайся, покайся. Знаю, что мы очень редко, а мы вообще практически никогда не делаем какое-либо покаяние, но я да, хочу обратиться сейчас, если есть люди, которые желают покаяться, которые желают изменить свой путь и принять Ишуа как своего Мессию, как своего Спасителя, можете выйти сюда, мы помолимся об этом вместе с вами. А если есть кто-то, кто просто хочет обновления, вы можете оставаться на своих местах. может быть Господь говорит к вам и вы чувствуете, но вы стесняетесь, не можете, боитесь, просто выходите, мы помолимся вместе. Давайте мы все встанем. И еще Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, Бог наш, Бог Абрама, Ицхака, Якова, Ты даровал нам Мессию, через которого Ты засвидетельствовал. Мы видели в Нем исполнение Твоих пророчеств, в Ишуа Мессии, и Господи Наши, через которого мы имеем прощение грехов и искупления, благодаря которому мы на суд не приходим, на день мрака, день скорби, день печали, но мы перешли из смерти в жизнь. Боже, я прошу сейчас обновления для каждого из нас, для каждого человека Господь, даже если есть здесь сегодня те, которые может быть хотели измениться, но почему-то не вышли, я прошу, чтобы Ты открыл им Мессию, потому что никто не может прийти к Богу, как только через Ишуа, и никто не приходит к Ишуа, если Бог его не приведет. Господь, мы просим, открой наши сердца, прости нас, если мы где-то согрешили, зная или не зная, но нету больше времен неведения, мы благодарим Тебя за Ишуа, за то, что Он искупил нас своей кровью, за то, что благодаря Его милости, Его делам, мы имеем обетование Твои, изменения и привилегии попасть в обетованную землю, которую Ты нам даешь. Боже, дай нам силы, чтобы мы могли измениться и в покаянии, которое есть полностью оборот от нашей греховной жизни к Тебе, чтобы мы могли совершить это и могли быть болей чува. Господи нами это искупление. Боже, мы просим, обнови нас, обнови наши дни, как прежде, прости нас и помилуй, потому что Ты есть Бог наш. Помой на Своей драгоценной кровью. Помоги нам то Слово, которое было услышано, пусть оно воплощается в нашей жизни. Мы благодарим Тебя. Вшем Ишуа. Амэн. Ибархеха Адунай Ваишмиреха Яэра Адунай Панабы Леха Ваиху Неха Иса Адунай Панабы Леха Ваисем Леха Шалом. Все скажут Амэ. Шаббат Шалом всем. Игут и Божен Славен.